Приветствую, друзья, с вами Изидыч, и сегодня у нас будет интересное видео. Дело в том, что я сегодня сравню доступные на данный момент премиумные танки первой эры, второй, а также третий, и, соответственно, мы сможем определить, какие танки все-таки выгоднее покупать для фарма. Прежде всего, хочу отметить, что премиумная техника не всегда имеет бонус к заработку львов больше, чем у других танков, но зато бонус к очкам исследования очень даже приличный, и, пожалуй, это основное их преимущество. Итак, первым испытуемым танком у нас будет Т-26Э, который доступен в советской исследовательской ветке на первом ранге. Вес этого легкого танка всего 12 тонн, но при этом двигатель всего 91 лошадиной силой, поэтому слишком быстро вы на нем не разгонитесь. Из брони я не могу ничем таким его выделить, потому что бронекорпуса у него 30 мм, броня башни 15 мм. И вот, пожалуй, если бы мой противник сейчас стрелял мне в башню, он, наверное, меня бы и пробил. Ну, а теперь началась игра. Кто первый сделает свой следующий шаг? Я доверну свой ствол, или же немец успеет перезарядиться? Уверен, у игрока на пазике сейчас потеют ладошки, но ничего не поделаешь, я сделал это первым. И вот вам, пожалуйста, только что выделился существенный плюс этого танка. 45-мм пушка 20к, которая имеет бронепробиваемость 52 мм. Вот еще один товарищ едет меня атаковать с фланга, но благо союзники не дремлют, за что им огромное спасибо прикрыли, молодцы. Ну что ж, продолжим. Мы приехали к огромным скоплениям противника, и это прекрасный шанс проявить себя еще раз. Закидываем артиллерией точку, и пробуем стрелять на дистанции. Замечательно, с первого выстрела мы уничтожаем вражеский базик, и это действительно очень радует, потому что это уже второй ваншот, который мы сделали за бой. И плюс еще сейчас начнет работать артиллерия, смотрите, Х3, там уже набираются бонусы Х5, там кого-то уничтожило, замечательно помогает артиллерия, и, пожалуй, это основное оружие, которое вы будете использовать на своем легком танке, благо артподдержка доступна сразу после покупки техники, и это очень радует. Кстати, несмотря на броню, танк замечательно держит удар, и все потому, что у противника зачастую встречается 20-мм пушка, поэтому его не так-то просто пробить, особенно если он получает попадание в корпус. На первом ранге против немецких базиков танк однозначно порадовал, поэтому я его точно рекомендую. Зондер Крафтфарсоек. Легкий танк первой эры, который доступен в немецкой исследовательской ветке. Прежде всего, танк порадовал доступными типами боеприпасов, например, бронебойные подкалиберные трассирующие снаряды, которые имеют бронепробиваемость в упор 50 мм. Это практически как пушка УТ-26Э, которая имеет бронепробиваемость 52 мм. К тому же, эту пушку можно использовать и для уничтожения воздушных целей. Правда, для этого будет оптимально стандартная лента, но в любом случае основные конфликты решайте с помощью артподдержки, которая доступна сразу после покупки танка. Вес танка составляет 9,5 тонн, при этом 160 лошадиных сил мощность двигателя, благодаря чему имеют отличную динамику для своего ранга. Также у него достаточно хорошая броня. Толщина во лбу башни составляет 30 мм, лобовая броня корпуса 50 мм. Ну а сейчас получилась ситуация, которая помогла мне выявить и недостатки этой машины. Например, меня забалансила к Т-34-ке образца 1940 года, которая имеет 76-мм пушку Л-11. Наша же пушка с бронебойными подкалиберными снарядами не пробивает её даже в борта. Причина к таким тяжёлым боям это, конечно же, наш боевой рейтинг, который равен значению 1,7. У этой Т-34-ке он равен значению 2,3. А вот если вспомнить Т-26Э, то там значение равно всего лишь единице. Поэтому для фарма лучше покупать советский лёгкий танк, который точно вас не подведёт. А немца лучше не покупать до появления в воздухе авиации, на которой он сможет очень хорошо фармить. Ну а теперь перейдём к более серьёзным машинкам Т-3457 с 57-мм пушкой ЗИС-4М. Но несмотря на такой маленький калибр, у танка есть веский аргумент. В виде бронебойных подкалиберных снарядов, которые имеют бронепробиваемость в упор 200 мм. Но огонь я в основном веду бронебойным остроголовым каморным снарядом с бронепробиваемостью в упор 122 мм. Хоть он и реже пробивает, но урона наносит при пробитии больше. Между прочим, на такой дистанции Тигр способен уничтожить нас с одного попадания. Лобовая бронекорпуса у нас 45 мм, а башни 53 мм. Поэтому лобовые перестрелки не для Т-34-ки. Но лучше всего атаковать с фланга. К тому же у нас замечательная пушка, и для уничтожения Тигров нам достаточно зайти с фланга. Но если в лобовом противостоянии с тяжелым Тигром у нас могут возникнуть серьезные проблемы, то со средними и немецкими танками мы в принципе справляемся достаточно неплохо. При условии, что у нас инициатива, и мы сделали первый выстрел. Panzer-Kampfagen 4 Ausg по возможностям пробития уступает нашему танку. Да и по скоростным показателям он тоже серьезно уступает. Наш двигатель имеет 450 лошадиных сил, и я разгонял наш танк до 47 км в час. У нашего же оппонента двигатель всего 300 лошадиных сил. Если есть кто-то быстрее нас на третьей эре, так это модификация Д, Пантера, с двигателем 700 лошадиных сил. Но и боевой рейтинг там немножко выше. Не могу сказать, что бои на Т-34-57 простые, но бонус к очкам исследования почти в 200% это с лихвой компенсирует. Panzer-Kampfagen 3 Ausg N. Средний танк с краткоствольной 75-мм пушкой КВК-43. Эта машина имеет боевой рейтинг 3, поэтому на второй эре чувствует себя очень комфортно. Пробития нам даются достаточно легко, но есть хитрость. Нужно использовать именно кумулятивные снаряды, которые имеют бронепробиваемость 81 мм, независимо от дистанции. Если сравнивать с модификацией F2, у которой такой же боевой рейтинг, то, конечно же, по бронепробиваемости мы немного уступаем, но зато время перезарядки нашего орудия почти в два раза быстрее. К тому же параметров пробития нашего танка во второй эре вполне достаточно. Не скажу, что у нас выдающиеся скоростные качества, и тем не менее они достаточно хорошие. К тому же я заметил, что чаще ваншотил противника, когда находился сверху. Сказывается навесная стрельба из краткоствольного орудия. В целом, геймплей на этой машине мне понравился значительно больше, чем на Т-34-57, ведь в боях против тигров Т-34-ка особо понаглеть не может. Зато наш панзер, вкупе с кумулятивными снарядами и артподдержкой, может отлично точить бои, поэтому я его однозначно рекомендую. Ну что ж, из премиальной неподарочной техники остались лишь САУ 4-й эры, но их я детально разберу лишь в следующем видео, если вам это будет действительно интересно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ну и разумеется, оставляйте свои комментарии с пожеланиями на будущие выпуски. Удачи в наземных баталиях War Thunder! War Thunder! Субтитры подогнал «Симон»!